Мобильный оператор Возофон Украина частично восстановил связь в зоне антитеррористической операции на Донбассе. Об этом Фейсбук сообщила представитель компании Виктория Рубан, сообщает Гордон Юэй. В своем посте она написала, что ремонтные работы в районе города Счастье завершены. Луганск в эфире. К сожалению, не видим Донецк. В Донецке сеть не поднимается. Причина неизвестна. Либо оборудование выведено из строя, либо нет энергосбережения, написала она. О связи на неподконтрольных Украине территориях, стартапах и образовании говорим в нашей студии. У нас в гостях Петр Воробьенко, ректор Одесской национальной академии связи имени Попова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы также можете присоединяться, дорогие телезрители, к нашему разговору. Мы задаем вам такой вопрос. Вы довольны качеством образования в одесских вузах? Отвечайте да или нет. Ну а в конце эфира мы подытожим. Итак, если вернуться к инфоповоду, Петр Петрович, как вы считаете, как можно держать связь с Донецкой и Луганской областями? Как вот сделать так, чтобы она не прерывалась? Вообще-то это не сколько техническая проблема, а проблема взаимодействия между этими территориями. Как договорятся? Потому что покрыть территорию, и даже если какое-то оборудование вышло из строя, его можно быстро восстановить. Но надо иметь доступ к этому оборудованию. Если нет электроэнергии, конечно, можно восстановить, но при этом не должно быть обстрелом. Поэтому здесь именно как договорятся, какое взаимоотношение. И вот то, что Водофон проделал такую работу, это надо только приветствовать в этом плане. Мне трудно сказать, как они договорились, но вообще Водофон это там много в основном фонде российских денег. Так что, наверное, там это тоже. Но генеральный директор, женщина, выпускница нашей академии, между прочим. Так что интересно, да. Поэтому вот в этом вся проблема. В этом проблема. Я думаю, об этом также скажут любые. Те, кто, допустим, снабжение водой, снабжение газом. Ну, какие проблемы? Ну, там, где надо, починили, сварили. Вопрос не в компаниях, а вопрос именно в договоренности. Да, да, да. Не в компаниях, не в компаниях. Это точно. Если продолжить тему, в прошлом году у вас состоялся форум, на котором вы обсуждали цифровой разрыв Украины с другими странами. Насколько он велик сегодня и как его сократить? Ну, я бы не сказал, что у нас критически большой разрыв. Не сказал бы. Вот мы уже... У нас была задержка определённая именно тоже по политическим соображениям внедрения услуг более высоких поколений. То есть у нас было G2, теперь уже G3, теперь купили лицензии на четвёртое поколение. Поэтому оборудования в мире достаточно много. Академия связи выпускает достаточно много специалистов, чтобы могли освоить это оборудование. Вот мы... Вот сейчас много оборудования поставляет китайская компания Huawei. И вот Укртелеком сейчас очень развивается, фиксированную связь сделает. Я не буду вдаваться в технические детали, но районных телефонных станций уже не будет. Вся логика будет сосредоточена в одном месте, в Киеве. Коммутация будет происходить там. Мы как раз... Этот проект называется B6, потому что шесть городов охвачены... Вот... Города-миллионники или под миллион. Вот. И мы как раз делали проект по... Вот по B6. Мы там принимали очень активное участие. И это очень хорошо, потому что мы видим вот это новейшее оборудование, участвуем вот в разводке проектов. И даже параллельно делаем методики расчета вот потребностей в оборудованиях, в линиях и так далее. То есть под эти новые технологии. Я не вижу особо, так сказать, опасности в этом деле. Это если мы там возьмем страны Африки, там большой разрыв. И вообще-то, насколько нам надо стремиться к этому. Я думаю, что те технические возможности у нас вполне достаточные. Нам, наоборот, надо развивать услуги на базе. Вот. Может быть, по услугам. Вот мы немножко отстаем. Но, тем не менее, я с оптимизмом смотрю будущее в развитии вот связи новых поколений. Услуги. То есть спектр должен быть более широким. Да, да. Какие услуги вот сегодня надо внедрять? Ну, вы знаете, ну, прежде всего, это должно быть электронное правительство. Это прежде всего. Вот об этом много говорят, но это двигается очень медленно. Я скажу, что несколько вот таких серьезных систем уже внедрено, тоже прозоро. Хотя не все вот не с точки зрения технической реализации, а идеологически не все. Я там согласен с тем, что там происходит. Но это серьезно. Та же образовая ДБО, база данных. Это очень серьезные работы и обеспечивается одновременный доступ фактически сотням тысяч посетителей. Это такие серьезные. Тот же ЕРДР. Дальше банковские услуги должны развиваться. Мы должны переходить на электронные деньги. Конечно же. И вот интересно, вот в этом плане должны быть приложения, как экономить деньги. Вообще, это интересно. У нас тоже есть… Еще одна услуга. Да, да. Еще одна услуга. Мы там делаем определенные разработки, как помочь экономить деньги. То есть, как иметь деньги. Два есть случая. Больше заработать, и второе – меньше потратить. Тогда как бы есть деньги на руках. Тут много и таких психологических моментов имеется. Поэтому мы делаем такие прикладные программы, чтобы помочь людям в этом деле. Развиваются те же платежи и очень много. Образовательные программы должны насыщаться контентом. Вот дистанционное обучение, вообще, должен быть уже качественный скачок в Украине. Оно есть дистанционное обучение. Но, вот на мой взгляд, ОФАТ небольшой относительно, небольшой. Вот дистанционное обучение, оно должно… Вот в мире оно очень развивается. И если бы мы более в Украине быстрее двигались, могли бы и иностранцев учить по дистанционному обучению. Мы учим, но это все же элемент, а не система. Что Академия связи сделала в этом направлении, в дистанционном обучении? Значит, мы имеем систему дистанционного обучения. Это ваша программа, которая работает только в вашем? Нет, ну мы основываемся на… Прежде всего, среды мы берем, конечно, стандартные. Ну, как язык программирования, там, среда для дистанционного обучения. Мы берем стандарты и приспосабливаемые под себя. Вот. Это первое. И второе – это надо наполнить контентом, содержанием. Вот это самый серьезный момент. Вот доля присутствия преподавателя, неприсутствие преподавателя, вот общение. Это вот такой интересный момент. У нас имеется вот система дистанционного обучения, которую мы, во-первых, применяем с иностранцами. Вот. Они к нам приезжают, заочники, не два раза в год, а один раз в год. Уже там вот первое. И вот у нас есть филиалы в Киеве, в Виннице, во Львове. И мы с ними тоже… Часть у нас там есть, наши преподаватели преподают, а часть мы из Одессы ведем дистанционное обучение. Насколько оно эффективно? Вот обучение, вот чем… Когда эффективно обучение? Это прежде всего желание учиться. Конечно. Желание учиться. Можно построить систему самую классную, а нет желания учиться. Но… Извините, можно и сидя на парах ничего не делать, не хотеть обучаться. Да, не… К сожалению, я могу сказать, что далеко не все студенты, даже стационара, проявляют вот такое желание. Учиться… Вот Украина, украинские вузы способны дать в большинство своем самое высокое образование. Способны дать большинство вузов, особенно в вузах Одессы. Я хотел бы сказать вот фразу в вузах Одессы. У нас фактически число вузов не так выросло. Та же юридическая академия. Мы можем там… Кто-то критикует президента, но вуз это сильный, да? Ну, никуда не денешься. Это объективно. А не так, как в других городах в два-три раза увеличилось количество высших учебных заведений. Это не годится. А вот здесь, когда есть школы, создание вуза – это непростое дело. Недаром говорят «школа». Недаром. Вот школа, вот можно вот… А эта школа воспитывается десятилетиями, если не столетиями. Вот если говорить о вузах, да, и рейтинге, то вот на ресурсе «Освита.юэй» в консолидированном рейтинге вузов Украины за 2017 год, академия «Связи» имени Попова, находится на 82-м месте. Среди 200. Среди 288. Да. То есть это достаточно высокая позиция. Вас устраивает она? Ну, я бы хотел находиться на втором месте. Дело в том, что у нас в свое время вот при Ющенко университет Шевченко занял первое место и сняли ректора. Поэтому на первое место, может, и не надо. А вот на втором – вполне возможно. Дело в том, что по тем показателям, которым производится рейтинг, все вузы работают, они же знают все вузы. И в абсолютном исчислении все растут. А место, вот, получается, добыть лучшее место – это очень сложно. Конечно же, мы не можем удовлетвориться этим местом, хотя оно действительно уже как бы в первой тройке, а даже не в половине. Но, тем не менее, мы ставим такие задачи, ставим задачи, у нас конкретные планы о том, чтобы поднять рейтинг. Вот, кстати, в рейтинге высших учебных заведений Одессы вы на восьмом месте из 20. Это тоже достаточно высоко. Да. Тоже неплохо, да. Тоже неплохо. Ну, что нормально. Но у нас довольно уже солидный вуз. Вот, вот, в 20-м году мы будем отмечать столетие. Что у нас, как бы, какая сложность? У нас, кроме вот двух гуманитарных специальностей, все специальности технические. Это, начиная, телекоммуникации, это автоматизированные компьютерные технологии, это компьютерные сети, программная инженерия и так далее. Все это очень сложные предметы, требующие математику, требующие усидчивости. Но, с другой стороны, мы научились сложные вещи преподавать просто. Вообще, идея любой науки, она доступна практически любому человеку. Даже если он, он, если вот у него здравый смысл, вот идею можно рассказать. Я вам могу рассказать идею, вот, что вы не спросите, я могу рассказать идею в чем-то, вот, та же, будем говорить, теория антенн, очень мета, теория техническая электродинамика, это, там, огромное количество формул. Но идеи-то там такие, а когда понимаешь идею, ты тихонько на эту идею наращиваешь уже конкретные знания. И мне кажется, вот, у нас задача, вот, что мы делаем? У нас здесь специальная адаптация, вот, тех, кто поступил к нам в академию. Вот, мы продумываем вот эту, вот эту систему. Задача заключается в том, что каждый студент должен понимать то, что ему говорят, понимать. А потом он, может, даже и повторить него, но он должен понять. Как вы это делаете? Да, да, да. Значит, это, прежде всего, сам процесс изложения, он состоит из таких небольших ступенек, когда переход от одной ступеньки, сначала выясняется, на какой ступеньке находится аудитория. А потом небольшими вот порциями, вот, задается, вот, и спрашивается, вот, как вы думаете, вот, правильно мы сделали, неправильно, вот, мы так идем или не так, и так далее. И вот, вот, таким образом поднимается, наращивается, наращивается. Вот, мы не делаем вот сразу вот такой умный вид, убиваем большими формулами, а вот именно, чтобы было естественное понимание и здравый смысл. Тогда, когда все это есть, тогда это уже строится математическая модель, уже записываются формулы и так далее. У вас в Академии, если говорить о специальностях, есть институт проблем информационного общества. Что там, чему там обучают студенты? Ну, я хочу сказать, что в данном плане, в этом, это, как бы, очень важный институт, может, даже не сколько в обучении, сколько в исследованиях. Потому что, вот, концепция образования в Булонской хартии, это не Булонский процесс, это, есть Булонская хартия, это отдельно, вот, сказано, что будущее человечества зависит от центров науки, культуры и образования, каковыми есть университеты. Мы, вот, понимая эту роль, и я согласен с этим, вот, мы анализируем вообще, начиная с глобального общества. Вот, я скажу несколько слов, а потом мы вернемся к конкретным вещам. Если посмотреть на любого человека, то огромное количество, можно сказать, что этот человек разумен. Ну, нормальный человек. Если посмотреть на глобальное общество, я считаю, что оно ненормальное. Иначе бы оно не воевало, иначе бы оно не тратило огромные деньги на военные расходы. Это уже трудно себе представить. Война — это ненормально. Да, это ненормально, это неправильно. Так вот, речь идет о том, что мы считаем, что вскрыли причины, почему так получается. Да, почему так получается. И те факты, которые, те чинники на украинском языке, украинской мовы, которые приняты, общеприняты, мы считаем, что это неадекватные. Вот мы никогда эти... Вот, например, вот, особенно американцы, они проповедуют, что два факта определяют экономику. Это первое, что ограничены ресурсы. Второй факт, что потребности человека безграничны. Если с первым мы согласны, то второй, в нем зарыто весь корень. Если каждый человек подумает, у него небезразличные потребности. Небезграничные. Небезразличные. У него... Вот, если бы наши политики и ученые читали поговорки и пословицы, там все есть. Например, протягивая ножки по одежке. Понимаете? Поэтому принципы... Мы сформулировали пять чинников. Ну, я не буду... Но один должен быть... Это должен быть принцип разумной достаточности. Это главный, да? Да, да. Один из главных. Например, еще один... Вот, что касается науки и образования, что любое изобретение, которое... Любое открытие, любая технология должна сначала проверяться не на то, какой она принесет пользу, а какой она принесет вред. Сначала это надо делать. Построить запобежники. Преграды этому. А мы всегда бьем по хвостам, да? Сначала... Вот мы... Что мы делали? Этот... Интернет распространили, а потом делаем защиту детей в интернете, да? И сейчас вообще угрожающее, вообще положение в мире, потому что кибератаки, они могут парализовать очень много. Сейчас вернемся к вопросу. Давайте про институт. Давайте. По вашему мнению, какие сейчас проблемы информационного общества в Украине? Ну, проблемы информационного общества в Украине, они, конечно, переплетаются с проблемами, которые имеются во всем мире. Я не думаю, что в Украине есть такие резкие особенности. Вот что нам принесло информационное общество? Это прежде всего интернет и связанные с ними вот новые коммуникации. Вот те же социальные сети. вот как с ними, что делать, как направить вот это как бы в нормальное, в нормальный рост. Вот те угрозы, которые имеются. Ведь психологи обеспокоены тем, что дети очень много сидят в интернете, и там контент очень часто бывает просто ужасный, который развивает прежде всего агрессию. И мы видим вот жестокость у детей и так далее, и так далее. Вот, кстати, да, вы разработали вместе с Международным институтом связи специальную программу. Это Союз, не институт, Международный союз связи и телекоммуникаций. Как она работает сейчас? Как она внедряется? Значит, это международная организация, которая в систему входит ООН. Значит, она работает с 1865 года. И ее основная задача это вопросы, связанные с стандартами. Разработка технических стандартов. Нас не удивляет даже, что мы взяли любой телефон, и он работает. Да? А это надо было очень много поработать над тем, чтобы это все... Это настолько крупулезная работа, что тебе трудно представить. Вот что упустил Международный союз электросвязи? Это зарядные устройства. И мы теперь имеем, так сказать, неприятности, что одно зарядное устройство не подходит к другому телефону. Вот. И все. А он решается, все же это локальная проблема. А глобальная проблема, она... То есть это прежде всего стандарты. Второе, это у них относительно недавно, я думаю, вот боюсь ошибиться, но, по-моему, где-то 15 лет назад они новый сектор ввели, это сектор развития, который занимается вот уже проблемой информационного общества, как общество. Они вышли за рамки вот только технических требований, вот изучают тот же цифровой разрыв, там, вот в таком духе. Вот. Но мы вообще считаем, что надо смотреть не сколько цифровой разрыв, а насколько станет людям лучше жить с точки зрения их ощущения. Вот. Человек живет своему ощущению. И если ему хорошо, то ему хорошо. И не надо в это вмешиваться. Ему хорошо. Понимаете? Вот. Насколько это людям станет лучше, насколько они, скажем, употребим такое слово, будут более счастливы. Вот. Вот. Я два слова скажу о счастье. Говорят, что такое счастье, да? Дело в том, что счастье нельзя измерить одной величиной. Даже если мы возьмем параллелепипед, то мы одной величиной его не... если мы скажем объем, да? Вот. Объем вот этого стакана, да? А на самом деле форма стакана может быть самая разнообразная с одним объемом. Поэтому надо несколько, а тем более такое емкое понятие, как счастье. Я не буду на этом это... Если хотите, одна передача, у меня есть вектор определения счастья. Давайте поговорим о стартапах. В Академии прошел конкурс стартапов. Это первый в вашем ВУЗе. 30 проектов представили студенты из Одессы, Сум и Винницик. Кто победил и какие проекты действительно получили финансирование и сейчас внедряются? Значит, вот этим... Эти стартапы мы провели вместе с швейцарским фондом. Они профинансировали вот премии там... Победителей, да? Да, победителей. Девять, если я не ошибаюсь. Их девять, да? Если я не ошибаюсь. Ну, наверное. Честно говоря, уже как бы... Каждая номинация три победителя. Да. Вот. Значит, мы сейчас внедряем, именно получили финансирование, кстати, от городского... Из городского бюджета, но буквально там два проекта связанные с робототехникой. Вот в этом... С школами, вот внедрение в школу робототехники, 3D-принтеров, вот в этом духе. Остальные пока что мы не нашли вот такого применения. Я думаю, что это надо нам более энергично работать. Несколько слов на будущее. Да, какие приоритеты развития вуза в 2018-м? Первые три давайте. Да. Приоритеты. В настоящее время очень много, можно сказать слово очень, или много студентов работают. это проблема возникает. И то, что мы хотим сделать, это гармоничные соединения. Мы все время работаем на этом, но вот сейчас сделаем это, уже мы осознали как бы проблему и технологию. Вот первая проблема это гармоничное соединение работы и учебы. То есть будем так говорить, что если говорить формально, то с точки зрения работы, что студенты работают, в общем-то для учебы это мешает. Но нет такого несчастья, чтобы нельзя из него было извлечь пользу. Вот мы сейчас, тем более, что в министерстве появилось понятие дуальное образование. оно пришло из Запада, там та же проблема, что требуются квалифицированные люди, и мы хотим, чтобы на работе они зарабатывали определенные кредиты, чтобы это, вот настолько была поставлена работа, что какие-то дисциплины мы практически можем не читать или сделать обзорную, а они изучают изучают на это. Вторая у нас проблема, это развитие системы обучения на английском языке, связи, получение двойных дипломов, это. Третья? Да. Третья проблема, это вот мы хотим стать настоящим производственным производственной академией, развить свое производство. Вот наш опыт показывает, значит, в чем здесь проблема. Дело не то, что только студенты, так сказать, практическая подготовка часто хромает. Даже когда они работают, у них бывает очень узкое направление, и это не очень хорошо, то есть для учебы это мало, для учебы. Вот, преподаватели, как было построено, студент, отличник, остался, пару лет поработал в аспирантуру, и так далее. Мы ставим задачу, чтобы преподаватели, ну, может быть, уже помоложе кто, но не всех, это надо реально ставить, бредить надо реально, значит, чтобы в них в индивидуальном плане была производственная работа. Вот, например, мы сейчас имеем лицензию на телекоммуникационные услуги, у нас здесь номерной ресурс, у нас там пару десятков тысяч абонентов, у нас сотни километров кабеля уже проложено по, это делали студенты и преподаватели. Сейчас мы хотим развить центр обработки данных, вот, в нас же информацию хранят фирмы где-то в Франк-Ульте на Майне и так далее. Почему не хранить у нас? Понимаете, это серьезно, это хранение это серьезно, надо обеспечить климатику, беспредельное питание, и тогда резервирование это очень серьезно. очень мало времени, пригласите пожалуйста всех абитуриентов, которые возможно захотели поступить в Академию связи. Куда к вам обращаться, куда приходить? Значит, приемная, значит, я приглашаю студентов, значит, все, кто хочет интересно жить, интересно учиться, получить хорошую профессию, получить высокооплачиваемую работу, всех этих людей я приглашаю в Академию, и вы не только научитесь программировать, вы научитесь танцевать, петь, там, другие вещи. Куда обращаться? Значит, это сайт наш, можно написать Академию связи, и он выйдет, а на самом деле это ну, 3W, она точка, ну, я напишу в платформе. И приемная комиссия 048705 0411, обращайтесь. Да, конечно. Спасибо вам огромное, Петр Воробиенко был гостем в нашей студии, директор Одесской Национальной Академии связи имени Попова. Ну, а вы оставайтесь на седьмом, и давайте еще подведем итоги интерактива. 52% довольны качеством образования в одесских вузах, 48% нет. Ну, практически 50 на 50 есть куда стремиться и будем. Но это не так плохо. Неплохо. Учитывая то, что не ругает образование только ленивый. Согласна с вами. только ленивый. И при этом 52%, я считаю, что мы молодцы, но стремиться на Докстан. Спасибо вам огромное. Оставайтесь на седьмом. Далее главные новости Одессы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok